И снова добрый вечер. Говорим сегодня с руководителем Кавказского центра проектных решений Денисом Заколовым. Говорим о Кавказском фронтире, о той зоне столкновения цивилизации, культур, религии, о той зоне конфликтов, которая выбрасывает свои протуберанцы, собственно, по всей России, которые доходят сюда, до Москвы. Ну вот мы начали наш разговор об экономике, о том, как трансформировалась Кавказская экономика, северокавказская экономика после распада колхозного строя. Так что это сейчас, что она из себя сейчас представляет? Потому что, как я понимаю, есть какие-то большие аграрные латифундии. Вот мы наслышаны о Кущевке, например, да, такая, это типичный случай, такие большие латифундии. Ну, достаточно для Ставропольского края, например, да, для равнины. Конечно, чем крупнее клин, чем крупнее земельные владения, тем более выгодно это для владельцев. То есть там присутствуют крупные игроки из республик, например, Ставропольского края Новострова, что, очень счастье, это очень много дагестанских интересов. Там присутствуют интересы из Карачаева-Черкесии, там присутствуют московские агропромышленные холдинги. Ну и, в общем, все это все равно хорошо пропитано местными интересами местной администрации, и краевой, и районной. И проблема там, как бы, на мой взгляд, во многом в том, что паевая приватизация не была завершена, и паи, когда произошла паевая приватизация колхозов в Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесии она была, паи по 10 гектар, которые достались колхозникам, они не могут, не находятся в свободном обороте, потому что они не выделены в натуре. И консолидация кленов идет очень тяжело. То есть из-за административного ресурса? Да, 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 да. Это, в общем-то, на самом деле, во многом сознательное действие администрации, потому что пока земля не ушла в свободный оборот, в принципе, есть административный барьер, есть административный рынок этой земли, который, на самом деле, существует в интересах именно административных игроков. Ну, вообще, по большому счету, вы говорите, какие-то крупные игроки местной администрации. Фактически, режимы там такие клановые, то есть Северный Кавказ держится... А мы сейчас говорим о Ставропольском крае, потому что, например, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, там, в принципе, боевой приватизации не было. А, там и не было. И там есть очень интересная вещь. В Дагестане в горах прошла просто реституция, которая прошла на основе где-то шариата, где-то обычного права. И практически земля была разделена между членами джематов. Джемат – это община. Джемат – это община в Дагестане, да. А на равнине за счет разных инструментов, вроде земель отгонного животноводства, земли были отчуждены от общин и управляются тоже региональными элитами. И получается, что основная проблема Кавказа Северного в Ставропольском крае – недостаточно развитый рынок земли. А в республиках, например, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии вообще отсутствующий рынок земли, который привел к отчуждению земельных ресурсов от общин к региональным элитам. Ну, там же на Кавказе уже, собственно, там в Кабардино-Балкарии, там уже меньше, наверное, плодородной пахотной земли. Там же все-таки более горестая местность. Ну, приличное количество пахотной земли там есть все-таки. Это Прохладныйский район, Майский район, Терский позасушливее, часть Баксанского района. Там хорошая земля, там очень хорошо растет кукуруза, там очень хорошо растут овощи. И при этом Ставропольский край вообще житница. Он стал производить больше зерна, чем производил при Советском Союзе. И получается, что основная проблема на сегодня – это не исполнение до конца указов Бориса Николаевича Ельцина 1991-1992 годов по приватизации колхозов. И не прямое действие 131-го федерального закона о местном самоуправлении. То есть, по сути, основное содержание конфликтов на Северном Кавказе, особенно в республиках – это социальный протест. Это, в принципе, реституция, которая не завершена. То есть, не завершенная приватизация и, грубо говоря, узурпация прав на собственность земли какими-то крупными кланами. Да, да, да. Членами региональной элиты. Вообще, в этом смысле режим очень часто употребляет слово «феодализм». Он напоминает некие феодальные порядки? То есть, такие клановые, то, что называют ученые, неопатримониальные режимы? Ну, вот в Дагестане, например, мне кажется, что очень вполне корректна аналогия земель отгонного животноводства с сизиной в Европе в средние века феодальные. Да, потому что что это такое? Земли, которыми распоряжается республика, земли отгонного животноводства, они отдаются в накормление, по сути, да, получаются накормление главами районов или другими чиновниками, которые распоряжаются этой землей. Она не является их собственностью, это собственность республиканская. Но они через арендные договора, через до последнего времени, там, несколько лет, два-три года назад, это еще было бессрочное пользование вроде бы колхозов, да, которые уже трансформированы в сельскохозяйственные предприятия и, в принципе, не действовали в интересах всего сообщества, а в интересах только нескольких человек, которые так или иначе входили в правление этого сельскохозяйственного предприятия. И получалось, что доходы с этих земель являлись политическим ресурсом главы республики или, там, той группы, которую управляла республикой для того, чтобы поддерживать равновесие политическое. И в этом смысле это очень похоже на феодальную историю. Феодальная, да, есть, так сказать, феодалы, сезюрены и, собственно, вот этот баланс. По сути, да. Поэтому там разговор, допустим, про отмену земель, просто ликвидацию земель отгонного животноводства, это непростой разговор в Дагестане. Хорошо, а крестьяне, бывшие колхозники, они что, батраки просто фактически, вот на этих вот, на крупные, которые работают на крупные кланы? Это копегольдеры по британской схеме века 16-го примерно, да. Это арендный договор на один год, который может перезаключаться, может не перезаключаться. Такая субаренда получается. Ну, в целом это продуктивное сельское хозяйство? Нет, конечно. На самом деле здесь надо обязательно еще сказать следующее, что до последнего времени основные доходы с этой земли получались не с урожая, а с бюджетного финансирования сельского хозяйства. То есть, чем больше территории находится в управлении, тем больше субсидий на ГСМ и так далее. Федерального бюджета. Ну, бюджет, бюджетные субсидии, да, тем больше бюджетные субсидии. И чем больше земли находится в распоряжении того или иного барона, тем, ну, условно, да. Чем больше бюджет можно пилить, грубо говоря. Бюджетный рынок. Ну, то есть, в этом смысле, хватит кормить Кавказ, это более-менее адекватный слоган, то, что, так сказать, под вот эти кланы местные закачиваются большие бюджетные ресурсы. Ну, подмосковские, подпетербургские, условно, кланы бюджетные ресурсы закачивают значительно больше. Куда больше, да. Куда больше. Поэтому разговор про кормить Кавказ, что такое кормить Кавказ? Кормить элиту. Ну, у нас, в принципе, все государство устроено немножко не как бы... И когда мы говорим про возмущенных налогоплательщиков... На кормлении, да, у нас система кормов, да. Что получается? Есть нефть, да, и газ. Эти деньги поступают в бюджет, так или иначе, да. Из бюджета оплачиваются бюджетники, с бюджетных контрактов кормится почти весь бизнес. То есть, по большому счету, мы не являемся налогоплательщиками. Мы просто как бы платим откат административному бюрократии за то, что она нам дает... За то, что получаем нефтяные деньги на то, чтобы жить. Ну, да, собственно, мы все так или иначе связаны вот этой системой кормов. В этой ситуации, например, на Северном Кавказе, если в России, ну, там, вот, в российских регионах центральных, не... Северный Кавказ тоже Российская Федерация. Если, допустим, в Санкт-Петербурге, там, по-моему, тысячи человек заняты в неформальном секторе, то в Дагестане несколько сотен тысяч. Если в... В неформальном секторе что здесь имеете в виду? В неформальном секторе экономики, да, это то, что не связано с главными позициями, например, это экспорт нефтегаза, да, это обслуживание инфраструктуры для экспорта нефтегаза, вот. Это обслуживание инфраструктуры для импорта товаров народного потребления, которые закупаются, потому что у нас есть нефтегаз, да. Ну, да, это... Три основных, да. Остальные... А вот всё, что остаётся, этого почти нету, потому что все задействованы в этих трёх больших секторах, вот. А всё, что остаётся, это небольшой неформальный сектор собственного производства, там, обувь какая-нибудь, какая-нибудь одежда, продукты питания. Это всё в основном производится на юге, это где-то около 10%. Наверное, от общего валового продукта мы производим то, что потребляем, да. А всё остальное мы как бы на нефть закупаем и как-то перерабатываем. И вот на Северном Кавказе этого много. На Северном Кавказе 80%, не меньше 80% домохозяйств живут собственного труда, который, ну, как бы, я не говорю, что не работает другая, другие регионы. Конечно, работают, но они сами производят продукцию сельского хозяйства, сами её перерабатывают, шьют обувь, шьют одежду, шьют шапочки и шарфики, которые продаются в Люблено, и обувь тоже продаётся в Люблено оптом на всю Россию. И они живут с этого. И 80% не меньше домохозяйств зарабатывают в этом секторе. И только 20% в лучшем случае домохозяйств, так иначе, связаны с бюджетом. А в других российских регионах немножко не так, всё наоборот. То есть, фактически, там сложилась такая сетевая экономика, такого мелкого ремесленничества, мелкого предпринимательства, сельскохозяйственного, да, лёгкой промышленности, которая поставляет на российские рынки большое количество продукции. Ну, достаточно большое. Там, конечно, всё равно импортом она вытесняется, потому что наша вся система, как бы, вот, логистики у нас, товары, все товаропроводящие пути, так называемые, товаропроводящие сети, они всё-таки работают, к сожалению, на импорт. И то, что остаётся, допустим, для Северного Кавказа, ну, для Юга России, там, допустим, обувь производится... По-хорошему, там крупные производители могли бы просто субподрядов много размещать на Северном Кавказе. Это так и происходит, на самом деле. Даже какие-нибудь глобальные гиганты, Бенетон какой-нибудь, зачем ему в Китае размещать заказы, когда можно в Северном Кавказе? Для этого нужно произвести несколько... Для этого нужно провести реформы, потому что на Северном Кавказе, в силу отсутствия института собственности и отсутствия, ну, судебной защиты, практически невозможные инвестиции крупные. То есть, как только вы к чемодану проделываете ручку, чемодан сразу будет распилен. То есть, всё такое мелкое, домашнее, разместили... И поэтому и живёт. Да, вот, допустим, если это обувные цеха, то это 100 цехов маленьких, то есть, по 100 человек работающих, и несколько тысяч просто артелей. Если это производство шапочек и шарфиков, да, это 6 тысяч станков, но они по 2, по 3, по 4 стоят в разных местах, прямо чуть ли не на квартирах. Ну, описывает просто сетевую экономику. Ну, это и сетевая экономика. Как, собственно, начиналась Северная Италия, или там Дельта Янзы, вот такие вот, так сказать. Просто там это институализировано, там это в глобальный рынок втянуто, а здесь это остаётся на местном рынке. Да, просто потому что у нас всё равно дорогой труд, у нас всё равно дорогие транспортные расходы большие, тяжело конкурировать. А откуда же такая безработица? Там вот все говорят, главная проблема, одна из главных проблем – безработица. А что такое безработица? Или это официальная безработица? Это официальная безработица, потому что там, опять же, неформальный сектор очень большой. Как считать? Ну, да. Конечно, проблема с работой есть, но с какой работой? Ну, в целом... Это значит, что там нельзя построить заводы, поставить, как считается, которые займут тысячи людей, потому что там нет рабочих, которые могут работать завтра на заводе. Но вся экономика, о которой вы говорите, она совершенно неучтённая. Это серый сектор, это как бы наследие бывших советских цеховиков. Во многом, да. То есть, это на самом деле, отчасти это наследие цеховиков и вот той вот неформальной колхозной экономики, которая существовала на заготовителях, на разных потребсоюзах. И дальше вот эти все базы овощные и так далее, вся вот эта сеть. Ну, вот то, что вы говорите, фактически значит, что модернизация, по большому счёту, на Северном Кавказе не состоялась. То есть, распались колхозы, и что? Появились феодальные водчины, появились кланы, и появилась такая какая-то полусредневековая ремесленная экономика. Ну, модернизация вообще слово такое, оно очень многоплановое, его сложно очень определить. Новые сорта семян появились, новая техника местами появилась, капельное орошение появилось. Модернизация системы управления не произошла, наоборот, произошло размельчение. И социальная модернизация тоже, я не вижу вот то, о чём вы говорите, помимо, так сказать, выплесков людей, скажем, в структуры там больших российских городов, внутри-то социальное общество осталось патриархальным? Ну, не совсем, идёт очень быстрая, очень быстрая урбанизация. То есть, Махачкала, которая за 20 лет, на самом деле за последние 10-15 лет, 15 лет, потому что первые 90-е годы она не росла. Вот, Махачкала выросла с 350 тысяч до почти миллиона. Это, ну, такой рекорд, наверное, для Российской Федерации. Кроме Москвы, вряд ли какой-то город может похвастаться оригинальный центр тем, что он так вырос. Да, и такой динамикой роста. Ну, раз уж мы заговорили о Махачкале, насколько важное событие вот сейчас арест Саида Амирова, потому что я подумал, ну, сравнить, ну, арестовали бы там, приняли мэра какого-то среднего российского города. Ну и что? А тут вся страна вообще об этом пишет и говорит. Почему такой большой резонанс? Ну, это как бы ситуация такая в феодальной системе, практически самый сильный феодал арестован. Эта система, это обезглавлена одна из самых крупных империй в Дагестане. Это экономическая империя. Это серьезное событие. То есть, понятно, что после этого никто не может... Если это началась большая очистка, а судя под арестом глав районов Табасаранского и Каекенского, которые подошли следом, потом ушел в отставку глава Нацбанка. То есть, в принципе, очень все похоже на то, что Москва взяла из-за чистку региональной элиты. Это очень опасная и нужная, с одной стороны, как бы, да, процесс без демонтажа феодальной системы управления в Дагестане. Там Дагестан невозможно интегрировать в правовое поле федерации. А чистка, возможно, только силами федерального центра? Какими-то вот внешние варяги, там кто это, там, я не знаю, ОМОН, Следственный комитет, ФСБ? Я бы сказал так, по большому счету, реформа там невозможна без опоры на сообщество. На сообщество. А, на местное. Да, потому что без этого чистка может закончиться очень серьезными волнениями. Ну, местные силовики-то, они интегрированы, коррумпированы, они же все, так сказать, там, зятья, кумовья, местный начальник милиции, местный начальник ФСБ. То есть, с внутренними силами там нет ресурса для такой, для реформы и для антикоррупционной. Да, но при этом вот эта ситуация с реституцией, которая не закончена, она сдерживается как раз вот этой вот мафиозной, там, феодальной системой. Эта мафиозная, феодальная, можно как угодно ее называть, система, она является, по большому счету, агентом Российской Федерации в Дагестане. Это система управления, это как бы форпост империи. А, то есть, в этом смысле, это вот эти вот местные кланы, они являются опорой колониального режима. Да, можно так сказать. То есть, их, это как бы обоюдоострая вещь, то есть, с одной стороны, их надо демонтировать, а с другой стороны, демонтировать их... Да, да. А другая система управления, по сути, нет ни одного региона в Российской Федерации, где бы другая система управления была создана на сегодня. Ну, да, Кавказ в этом смысле, это такое кривое зеркало или увеличительное стекло тех проблем, которые существуют в России. Просто, так сказать, у нас-то это так, феодальная система управления не так очевидна. Вот, хотя, скажем, вот часто к нам приходящий Симон Кордонский, социолог, как раз вот об этом говорит Россия, как по местной федерации. А на Северном Кавказе вот эти самые поместья как раз вот во всей своей, так сказать, азиатской красе и явленной. Если ты убираешь барона, ты должен понимать, что ты будешь иметь дело с крестьянской армией. С крестьянской армией. Ну, поговорим вот как раз о роли местных баронов, о крестьянской армии, о роли насилия на Северном Кавказе после перерыва. И напомню, что у нас в гостях руководитель Кавказского центра проектных решений Денис Соколов. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о Кавказской войне. Закончилась ли она 200 лет уже, как началась Кавказская война у нас на Северном Кавказе? Говорим о Кавказском фронтире. Вот подобно тому, как двигался американский фронтир с востока на запад, точно так же двигался русский фронтир. Но остановился ли он на Кавказе? Не движется ли он обратно сейчас от Кавказа в сторону Москвы? И наш гость – это руководитель Кавказского центра проектных решений Денис Соколов. Ну вот мы остановились как раз на вот этой вот роли местных баронов, то, что сейчас был арестован мэр Махачкалы Саид Амиров. Какую роль они играют в структуре имперского управления на Северном Кавказе? Ну вот вы говорите, крестьянские армии. А насколько вообще вот элемент роль насилия велика на Северном Кавказе? Насколько возможно, насколько близко насилие лежит? Насколько оно возможно сейчас? Ну оно на самом деле не лежит, оно происходит. Ну да, оно постоянно происходит. Это способ управления, к сожалению, сегодня. Агенты насилия – это что, в основном, местные силовики? Ну нет, не только. Как бы это и криминальные структуры, это и ЧОПы, это и силовые структуры, это и так называемые незаконные вооруженные формирования. А вот как раз ответ населения, вот эти НВФ, незаконные вооруженные формирования. Вот мы постоянно слышим, что как летот, вот не выдержав этого ментовского беспредела, молодежь уходит в горы, уходит в зеленку, и там какие-то там им, так сказать, и мамоты вправляют мозги. Это упрощение. Ну я понимаю, да, я здесь лутрирую. Да, потому что на самом деле есть профессионалы, да, которые занимаются насилием профессионально. Причем без разницы каким, да, вот это может быть похищение людей ради выкупа, это может быть убийство, политические убийства, это может быть рэкет, это может быть, там, ну, политический террор, там, все что угодно, да. Вот очень интересно здесь вы вещь говорите, мне кажется, это нашим слушателям тоже надо было бы подчеркнуть, потому что вот вы специалист в этом, я немножко с этим сталкивался в своей академической деятельности, что есть такая теория, как рынки насилия, предприниматели насилия, которые очень сильно распространены на Кавказе. То есть это люди, которые все равно какое насилие, да, но они инвестируют деньги вот в это насилие с тем, чтобы, так сказать, оно им дает определенный доход. То есть они поддерживают вот эту вот инфраструктуру насилия. Это необходимый элемент политической системы, да, причем, как бы, им пользуются со всех сторон, да, если есть, ну, например, Унцукульский район, вот, как бы, сейчас на слуху, потому что недавно вроде бы был убит Гаджедадаев Ибрагим, который был главой геморинской группы, руководительной, ну, геморинской группы, самый эффективный, самый дерзкий, ну, там, много эпитетов, из всех незаконных вооруженных формирований, которые действовали на территории Дагестана, там, в последнее время. При этом, как бы, это он из геморов. Мало того, что там в геморах это не единственное... Геморинской группы, это же родина Шамиля, да, Шамиля. Да, дайте его имама Дагестана. Мало того, что там не одна такая группа, мало того, что есть очень серьезные социально-экономические причины, по которым в Унцукульском районе, в принципе, рекрутинг молодежи в вот такие насильственные, ну, в вооруженные, как бы, в вооруженной борьбе он упрощен, да, потому что было затопление садов, было затопление домовладений, эти затопления садов лишило дохода. Затопление, почему же там водохранилища? Платина водохранилища, да, была построена ГЭС, было заполнено Ирганайское водохранилище, в водах этого водохранилища порядка двух, четырехсот гектар садов пропало, а сады абрикосовые, это был источник доходов нескольких тысяч домохозяйств, и примерно от полутора, там, до двух, до трех миллиардов рублей выручки каждый год с абрикосов район собирал. А гидролитростанция, она, конечно, тоже дает большую выручку, но она не имеет никакого отношения к этим домохозяйствам. А налоги, которые поступают куда-то там в бюджеты, они, в общем-то, у нас тоже не особенно имеют какое-то отношение к этим домохозяйствам, поэтому людей, с одной стороны, лишили доходов, это несправедливость, есть очень большие, скажем так, вопросы относительно размеров компенсаций, я сейчас не буду подробно в это углубляться, а вторая составляющая, то, что самая по себе компенсация, это деньги, которые поступили напрямую на рынок насилия, потому что сама коррупционность распределения этих компенсаций, она привела к формированию, она просто вскорнила профессиональных людей, которые занимались рэкетом. Ну да, грубо говоря, да, деньги получили бандиты, и, так сказать, это все пока пошло по новой. Ну просто без бандитов их было не получить. Без бандитов их, да. Например, да, и получается, что защита интересов джематов, сообществ, она в какой-то степени осуществляется через политическое представительство, если можно так сказать, силовых групп. Невероятно напоминает ситуацию на Сицилии, вот скажем, да? Ну она везде же примерно одинаковая. Ну да, мафия, патриархальное сообщество, мафия, как некий, так сказать, инфорсер вот этих вот контрактов, которые без мафии ты деньги не получишь, строительные подряд не получишь и так далее. При этом религиозный экстремизм, да, и вот этот вот рынок насилия, это две разные вещи все равно. Они лежат в разных плоскостях. Вот это да, мне также сейчас мы как раз поговорим об исламе. Мне кажется, очень важная мысль, которую я из ваших статей почерпнул, и которую я сам очень часто думаю по этому поводу. Я помню одну фразу, такой был лет 10 назад довольно давно, доклад Всемирного банка по поводу этнических конфликтов. И он начинается такой знаменательной фразой. Большинство экономистов, изучающих этнические конфликты, или нет, так сказано, да, вооруженные конфликты, видят в них форму организованной преступности. То есть вот эта идея, что мне кажется, вот скажите, как вы считаете, что на Кавказе корни большинства конфликтов, они именно экономические. Они в преступности. Не вот эти вот, понимаете, извечные проблемы между там чеченами и ингушами и так далее. А именно между казаками и кавказцами, а именно они в перераспределении ресурсов, в рынках насилия и вот в этих вот криминальных потоках? Изначально, да. То есть, конечно, все равно, ну, как бы эти конфликты оформляются, как этнические. Ну, да, уже этнические, исламские. Или религиозные. И они могут быть, и могут, и они усиливаются через это оформление. Например, ну, вот как, может быть, не совсем про этническую историю, но вот как с Гимрами и с Мусульским районом. Причем, если мы считаем, например, официально, что Гимры – это родина третьего имама, и что они, в кавычках, всегда воевали против России, что делать этим гимринским молодым людям, про которых все считают, что они всегда воевали против России? У них практически зачастую выхода никакого не остается. Ну, да, это такой чистый конструктивизм социальный. То есть, мы конструируем их как соперников. И просто конструируем их как врага, сразу как соперника. Куда им деваться, получается. Если они приходят устраиваться на работу, на них смотрят с удивлением, а зачем вам работать? Ты в лес иди, да, бери калашников, да. И, в общем-то, когда село лишено способов получения дохода, с одной стороны, а с другой стороны, там молодежи много все равно. Там хорошая демографическая ситуация, там растет количество учеников в школе, и там люди привыкли возвращаться в свое село. То есть, там нет такого оттока населения, как в других, может быть, горных районах. И получается проблема, с одной стороны, избыток молодежи, наличие денег на рынке, насилия за счет всяких компенсаций, наличие несправедливости, когда распределение прошло. Ну, и есть идеология, но идеология здесь уже третична. Да, да, вторична. Ну, да, недостаток ресурсов, и тут уже появляется идеология. Что касается идеологии, насколько велика, насколько опасна роль ислама? Я думаю, что она преувеличена сильно, на самом деле. Потому что гораздо более... Ну, ислам, ну, как бы одна из трех там мировых религий. На основе ислама построена правовая система. Да, ислам может... Ислам, в отличие от других религий, в принципе, имеет в виду государство. То есть, а правовая система исламская не только в Чечне? Да нет, правовая система исламская, в чистом виде, нигде практически не существует. Законы Шариата где-то действуют на Северном Кавказе, но в полуформальном виде, так скажем. Да, действуют, например, земельные... Ну, они действуют на уровне сообществ. Они часто перемешаны с обычным правом, но, в принципе, это имеется в виду. И, в общем-то, как и в западной правовой системе, исламская этика, как и христианская, является основанием для судебной практики. Даже если мы имеем закон светский, все равно судья судит, как бы он все равно имеет в виду Всевышнего, там, да, или у кого он какой бы ни был. Все равно, если этого не присутствует, если нараственности и морали в судебном процессе не существует, то развитие судебной системы либо замирает, а без этого она не может сформироваться все равно. Поэтому здесь никуда не деться, все равно использование, по крайней мере, шариатских практик для поддержания даже светского правосудия, это единственный путь, при котором оно может существовать там вообще. Насколько сильно вот это, вот я как понимаю, у нас постоянно проводится вот это развлечение между традиционным исламом и политическим исламом, что вот плохой это политический ислам? Ну, на самом деле, это тоже схема, да, это тоже конструирование пространства, потому что, если взять конкретных людей, каждый из них, он верит в того Всевышнего, которого он сам для себя знает. Да, он читал Коран или не читал Коран, он общался с имамом или не общался с имамом. По большому счету, нельзя, очень мало чистых салафитов, очень мало чистых, очень совсем мало чистых суфьев, например, наверное, да. И, в общем, сказать, что есть традиция, что такое традиционный ислам? Ну, тут, которые люди, ведь, тут, которые они их от деда исповедовали, вот для них это и есть, наверное, традиция. Ну, с каждым поколением все это немножко меняется. Конечно, есть там какая-то традиция, она, но когда начинаешь пытаться, что такое традиционный ислам, к сожалению, крайний вариант, это не про традиционный ислам вообще, да, не про суфийский ислам в Дагестане. Но бывает ситуация, когда договариваются для того, что это когда мы нашим имамам платим наши деньги. А насколько вот велика роль этих, ну, так назовем их, иностранные агенты? У нас же постоянно проходит, что вот приезжают проповедники там из Саудовской Аравии, вот это вот все. Ну, эта роль существует, да, так или иначе. Все равно интеграция Дагестана как исламской территории в мировой контекст развития ислама, она не... Сейчас это происходит, да, сейчас происходит, потому что традиция развития ислама в Дагестане была остановлена на время советской власти и даже на время, частично на время господства Российской империи. И просто нет своих грамотных ученых, нет своих грамотных алимов, которые могут элементарно фетвы даже выносить. Поэтому потребность в знаниях существует. В каноническом праве. Да, и, конечно, авторитет ученых, которые приезжают из-за границы, либо свои выучились, либо приезжают проповедники, авторитет большой очень, конечно. Но это именно религиозно? Или вместе с этим приходят какие-то экстремистские, исламистские идеи? Идет рекрутирование молодежи? Наверное, не без этого, но мне кажется, что больше опасно отсутствие доступа к справедливости, отсутствие доступа к суду. Ну да, то есть большая проблема, чем исламизм, это несправедливый суд и коррумпированная милиция. Да, потому что, по большому счету, в городах все меняется. Да, конечно, распространяется, допустим, в Махачкале, наверное, в большей степени распространяется вот этот новый ислам, там, можно называть его салафитским. Некоторые просто говорят, что мы единобожники, мы не салафиты, мы, у нас Корана Сунна, мы сунниты, мы настоящие сунниты. Это можно по-разному, разные люди по-разному себя идентифицируют. Это отчасти связано с давлением со стороны властей, отчасти связано с тем, что просто это простому схематизированию не поддается. Хорошо, это касается исламской, так скажем, мобилизации, а этническая мобилизация, насколько сильно? Я бы сейчас сказал про исламскую мобилизацию, это то, что мы накладываем вот эту вот, опять же, рамку, традиционный, значит, свой, допустим, политический, салафитский, значит, он вражеский. Это ровно так же структурирует конфликт, как то, что мы вот недавно говорили про Гимры. Есть этот элемент тоже. Ну да, да, то есть вот это вот, ну это да, это удобно для всяких контртеррористических операций, для отчетности бюрократической, наверное, в том числе, да, для проведения всех этих чисток, зачисток и так далее. Хорошо, но вот к этническому компоненту возвращаясь, насколько важен этнический компонент на Кавказе? А вот очень интересно, что, например, горные территории того же Дагестана, они в меньшей степени нуждаются в этнической идентичности. Там есть джематы, есть сельские общества, и с точки зрения защиты интересов, защиты собственности, защиты жизни, этого вполне, этой мобилизации вполне хватает. То есть этнического дискурса не возникает, вот в таком объеме, в котором возникает наравнение. Там же, где сообщества, вот эти семейно-родовые автократии были разрушены за время советской власти, просто потому, что советское государство наравнение в большей степени смогло укорениться, чем в горах. В горах оно почти не проникло, как в тот камень, который лежал в воде и внутри не промок. И получается, что государство уже не защищает жизнь и собственность, а своих архаичных форм нет, потому что они были разрушены за почти сто лет присутствия в большом государстве в имперском. И возникает этническая мобилизация. Начинают действовать этнические организации. Это оказывается единственным способом защиты круповых интересов. Ну да, да, фактически, когда ничего другого не остается. Это и казачество, это и... То же самое для них действует. Да, да, да. То есть они вынуждены быть казаками, чтобы... Они просто ищут какой-то способ мобилизации, хотя там с казаками это отдельная история, там все очень непросто. Все ищут свои ресурсы, да, понимаете, в условиях дефицита ресурсов ты начинаешь использовать этничность как ресурсы, и, так сказать, под нее получать какие-то административные, бюджетные вещи. Да, надо хоть какую-то категорию, чтобы мобилизовать. Ну да, да, да. Ну вот как раз интересно, вы, Казаков, поняли вопрос, насколько вообще русские представляются чужими? Насколько возможно, скажем, консолидация Кавказа на антирусской платформе? Ну, насколько как бы мы будем форматировать этот конфликт, настолько и возможно. То есть его как такового по большому счету нет, потому что русские не оказывают политического сопротивления на территории республики. То есть русские не пытаются получить политическую власть на территории республики. Там нету, так скажем, антирусских, ну, что русских выдавливают, русских, Василия, русские дискриминируются по, так сказать, по экономической почве? Дискриминируется любая группа, которая не имеет политического представительства и не имеет возможности защищать свои интересы. Я не зря сказал, что русские не стремятся, допустим, в республиках к политической власти. Ну, по силу ряда причин. Поэтому конфликта как такового нету, но в принципе дискриминация населения, которое не имеет своего политического представительства, она гарантирована. Допустим, нагайцы, которым некуда деваться, которые тоже не имеют достаточного политического представительства, они проводят съезды, они пытаются бороться, да, потому что им в принципе не на что рассчитывать, кроме как на самих себя, получается. У русских есть вроде бы метрополия, да, огромная. У русских есть такая ситуация, когда защита русского населения становится такой фронт, ну, скажем, визиткой региональной политической власти. То есть каждая региональная политическая власть, она говорит, вот мы тут русских вот так вот защищаем, мы их вот так вот привозим обратно, мы им даем работу, мы им даем квоты и так далее. Ну да, это можно всегда показать федеральному центру. Да, это можно показать федеральному центру, но это никакого отношения к политическому представительству и к политической мощи не имеет. А российская армия там как воспринимается? На Кавказе находящейся? Ну, в некоторых случаях на сегодня уже как войска за забором. То есть оккупационная сила? Ну, конечно, не совсем так, потому что для многих все равно российская армия является гарантией стабильности, при этом все равно это так. Но в целом это чужеродный элемент. Приезжают ребята из Сибири, из средней полосы, откуда-нибудь из Перми, и они не понимают вообще, где они, что происходит. А антикавказские настроения в центре России, они как-то аукаются на Кавказе? Ну, конечно, как только, допустим, проходит передача по российскому телевидению про Кавказ, где показывают страшных имамов, страшных чабанов, что несправедливо на самом деле. Потому что чабаны дискриминированы ровно так же, как нагайцы и русские в том же самом Ставропольском крае. И у чабанов проблема с тем, что кошары, которые они уже однократно приватизировали, запахиваются под самые двери, и им негде пасти скот, который у них есть. А их можно говорить, что они вот этот скот накопили, но они работали на самом деле. И в этом проблема. То есть получилось, что и русских, и нагайцев, и даргинских чабанов в Восточном Ставрополе сгрудели на очень узком пространстве для экологии, для выживания. И практически они там начинают друг с другом соперничать за это очень узкое, практически не приспособленное к созданию приличной экономики пространство. Хорошо. В заключительной части нашего эфира ваш прогноз. Кавказ и Россия, или может быть Кавказ в России, как вы видите, больше интеграция, или больше стремление к сепаратизму, и вообще может быть появление некой такой великой кавказской стены. Я просто смотрю, как развиваются, я не знаю, там Израиль и Палестина, США и Мексика, да, так сказать, люди стены начинают строить. Или у нас это невозможно? Все-таки Кавказ очень сильно, кавказцы, да, очень сильно интегрированы в российскую жизнь. И разговор идет не о том, чтобы мы отделяемся как-то от Кавказа, от него уходим в сторону, наоборот, идет другой процесс, да, идет скорее, там, ну, дагестанизация российского делового... Российских мегаполисов, да. Российских мегаполисов, да, дагестанизация в каком смысле? Я здесь ни в коем случае не имею в виду этнический компонент, а вот эти вот сети, да, это сети, которые... Получается, что у нас конкурируют, да, остатки отступающие, там, советского государства, которое было все-таки достаточно обезличенное с точки зрения, там, производства и распределения ресурсов. Которое было все-таки достаточно открыто с точки зрения доступа, там, и к рабочим местам и так далее. Оно было прилично соревноваться по каким-то правилам, да, они могли быть кривые, но это были правила, которые были открыты для всех. Эта система неконкурентоспособна, оказывается, внутри себя с группами, которые консолидированы, да, которые действуют как сети, поддерживающие своих. И в этом отношении экономическая роль вот этнического предпринимательства, она растет? Ну, так как такового этнического предпринимательства нет, да, потому что оно моментально интернационализируется, как только начинается какой-то серьезный бизнес и финансовые потоки. Это вот, опять же, мы когда говорим про этническое предпринимательство в этом смысле, мы опять структурируем конфликт, да, но вот сети, которые... Не социальные сети, как Facebook, да, а сети, как система связей, они как вот набрасываются на экономику и начинают ее подтормаживать, да, потому что они создают препятствия для создания открытого порядка. Открытого порядка не будет, потому что ситуация движется в другую сторону. Даже можно сказать, что там некоторые, как бы, кооператив озера, да, для того, чтобы удерживать, должен превратиться в джимаат озера, да, в этой ситуации. Это, конечно, джимаат озера, хорошо, да, да, имам, имам Путина, там это... Ну, смысл такой, что если кооператив это... Храм Христа Спасителя в мечеть, как в Стамбуле, да, переделать, да. Да-да-да, если кооператив это, в общем-то, там некие единомышленники, которые объединились, чтобы добиться там определенных вещей, там власти, могущества и так далее, то и в этот кооператив есть свободный вход, и, в общем-то, есть свободный выход. Да. То постепенно вся система структурируется в более похожей на джимааты, структуры, куда нету свободного входа и откуда нет свободного выхода. Ну, да, в этом отношении Россия начинает все больше напоминать Кавказ, то есть здесь в каком-то смысле как бы хвост вертит собакой, да, получается, что... У нас, конечно, уже не хватает времени поговорить, скажем, о роли Кадырова в российской внутренней политике и вообще, то есть, действительно, кавказские дела, оказывается, они структурируют наше общероссийское политическое пространство гораздо больше, чем мы сами подозреваем. Да, и Кадыров один из немногих реально политиков на территории нашего, в нашем пространстве политическом. Ну, в общем, да, нас ждут очень многие интересные сценарии. Ну, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу, но я думаю, что мы подняли очень много вопросов, в том числе в конце мы вышли, да, на идею такую джимаата России. Вот, и это действительно говорит о том, что Россия, 200 лет назад зайдя на Кавказ, поставив туда свою ногу, одну ногу, не две, конечно, она уже не может выйти, потому что не столько Россия вошла в Кавказ, сколько Кавказ вошел в Россию. Кавказ в большой степени уже даже диктует моду нашу на улицах городов, да, привычки ежедневные. Ну, что делать? Мы живем в постимперском мире, это наследие огромной Российской и Советской империи, нам с этим наследием жить, нам надо к этому притираться и, собственно, двигаться дальше. Ну, что ж, спасибо вам за этот рассказ, у нас в гостях был руководитель Кавказского центра проектных исследований Денис Соколов, это была программа «Археология», спасибо, что были с нами сегодня вечером, доброй ночи и удачи.